Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня я хочу начать, начать, именно начать, новую тему для обсуждения, для обсуждения всей Церковью, Соборной Церковью. Неважно, к какой протестантской или православной динаминации вы относитесь, может быть, вы католик, я прошу всех принять участие в этом обсуждении. Я хочу поговорить о рейдерстве в нашей среде. Мне близко и понятна эта тема в протестантской среде, особенно в одном из союзов, с которого, слава Господу, я вышел уже, и имею полное моральное право говорить об этом, потому что я все это видел. Я хочу говорить о том, как они действуют перед самим захватом Церкви, перед остранением пастыря, на примере нашей Калужской общины. Многие из нас, мы знаем эти примеры. Мы знаем примеры Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Челябинска, Севтывкара, многих и многих других городов на Кавказе, в Сибири, на севере России. Мне звонят пасторя, у которых забрали все. Забрали их служение, забрали их доброе имя, забрали церкви, имущество церковное. Где-то репцентра, огромную сеть забрали. Где-то церковь пастора выгнали, скрутили. И все провели по документам, как нужно. Но этому предшествует работа по разложению, по внутреннему разложению вашей церкви. Как это происходит? Вот на примере нашей Калужской общины сегодня. Всем известные московские братья, о которых я уже говорил, они подготовили письма и начинают рассылать. Две недели назад у нас в Калужской церкви «Слово жизни» они начали рассылать эти письма, анонимные письма, письма-воззвания к членам церкви. Всегда и в вашей среде, наверное, найдутся 2-3 человека, обычно их не больше, которые чем-то обижены, чем-то возненавидели, может быть, даже ваш, из-за чего-то. Я не знаю, как это случается. Это могут быть даже самые близкие ваши люди, из вашей команды. Как вот в случае у нас, мне очень больно, я молюсь за эти души, потому что они погибают, их поиспользуют и бросят. Мы все это понимаем, мы всегда это видели. Они никому не нужны, они неинтересны, потому что волчья стая, она работает по другим законам, они не щадят стада Божьего. За этим письмом последовало второе письмо. Первое вот это письмо, фальшивка, которое без подписи. Я собирал людей, говорю, ну посмотрите, вы же видите, мы не в 37-м году живем, чтобы по письмам без подписи, по анонимкам судили кого-то, осуждали пастыри или церковь, все. И люди услышали, люди увидели, люди понимают, что мы не такие уже. Христиане так не действуют, христиане так не поступают. Этого показалось мало. Запустили второе письмо, подготовили. Еще раз передаю привет московским братьям, которые пишут все эти фальшивки, распространяют, которые не боятся ни Бога, никого. И второе письмо уже было более конкретное, на адрес одного из начальствующих, не буду называть его фамилия и имя, что якобы пастор, епископ Альберт, он такой тиран, он всех разгоняет, угоняет. Там много грязи написано. И вот это опять эти же самые люди попытались обращаться и к лидерам церкви, и к членам церкви, чтобы они подписали с тем, чтобы вот приехали, вмешались и сняли меня со служения. А я знаю, что это, ну, начало, наверное, но об этом надо говорить. Если в вашей церкви происходит нечто подобное, то знайте, скоро эти рейдеры заявятся к вам и попытаются забрать все, что ваша община построила, что вы приобрели. Они заберут все. Но мы с вами, мы дети Божьи, мы должны сопротивляться. Сопротивляться дьяволу, его свите. Мы должны любить людей и ненавидеть грех, которым живут эти люди. Поэтому будьте очень внимательны. О всех рейдерских захватах, о всем том, что происходило в системе небезызвестного исхода. Сегодня мне сотни людей звонят, рассказывают. Искалеченные судьбы, искалеченные души. Мы, наверное, с вами будем говорить дальше об этом. В этом нашем прямом общении с вами. Пишите, рассказывайте ваши истории. Если вы готовы прийти на канал и дать интервью, мы послушаем ваше сердце, вашу боль, ваши переживания за тело Христово. С вами был я, епископ Альберт Радкин. Наш канал «Взгляд с небесный». Не забудьте подписаться. И если есть желание помочь нам в распространении и этого видео, и других видео, что-то пожертвовать, номер карточки вы видите под этим видео. Благослови всех Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!